Воздвижение Господне С этим днем с давних времен люди связывали мистические события. Так считается, что на Воздвижение происходит борьба между честью и нечистью. И потому, чтобы защитить христиан от несчастья, в церквях проводили службы, а вокруг селения крестные ходы. К этому дню приурочивали поднятие крестов на строящихся храмах. Для защиты дома от невзгод в праздник над входной дверью рисовали крест, а также вырезали его из дерева или делали из рябиновых веток. Дуб и рябина выбирались неспроста. Считалось, что они могут отпугивать нечисть. В народе заметили, что на Воздвижение заканчивается бабье лето, устанавливаются холода и начинается настоящая осень. Главной приметой этого дня считается массовое перемещение змей и других присмыкающихся на место зимовки. А потому наши предки считали, что 27 сентября опасно ходить в лес. Также к этому дню медведи уже залегают в берлоги, а птицы улетают в теплые края. Поэтому считается, что увидеть в праздник перелетных птиц – к большому счастью. Говорят, что на Воздвижение и земля сдвигается. Она должна закрыться на зиму и отдохнуть. Поэтому в народе верили, что нельзя в этот день понапрасну ее тревожить, копать или вбивать колье. Верующие в этот день соблюдают строгий пост, воздерживаясь от употребления мяса, яиц и молочных продуктов. Считается, что в этот день нельзя начинать ничего нового и важного, поскольку положительного результата не будет. В праздник нельзя ругаться, злословить и желать другим зла. Не стоит заниматься физической работой и даже уборка в доме под запретом. По народным приметам, утренние заморозки обещают скорую зиму. А если погода ясная и теплая, холода наступит не скоро. Резкое похолодание следует ожидать раннюю весну. Новости телеканала Луч.